Ребята, всем привет! Я сейчас села упаковывать подарок, точнее он уже упакован, просто нужно будет немножко подклеить. Вот здесь вот коробка открывается, потому что там внутри много шариков вот таких вот белых пенопластовых. И мама эту коробку случайно открыла, она подумала, что здесь ее подарок. В общем, перепутала коробочки и теперь нужно коробку вот с этой стороны подклеить. Я приклею вот такой вот квадратик, просто двухстороннего скотча, и все. В принципе, это будет не видно, но коробка уже не будет вот так вот открываться. Вообще, эта коробка была так упакована, то есть мы ее прям не открывали, просто мама вот так вот здесь заглянула. Скорее всего, просто шарики, пока ехала эта коробка к нам, намагнитились и были намагничены именно на товар, на крема. Здесь крема лежат ночной и дневной. Теперь шарики размагнитились и они начинают крышку просто выбивать. Вроде бы все вот так вот прикрыла, все нормально, а потом через час смотришь, крышка опять поднимается. В общем, решили просто подклеить скотчем и все. Это, в принципе, будет не заметно, но она будет не заметно. Вообще, эта косметика очень классная. Я и себе заказывала, и маме заказывала в подарок. Если вы помните, одним из подарков на Новый год были два таких вот боксика. Вот такой вот. Смотрите, мне очень нравится, как упакован, все красиво. И вот видите, шарики вваливаются прямо из этой коробки. Кошмар. В общем, косметика очень хорошая, без парабенов, прям натуральная-натуральная. Надеюсь, что понравится. И очень классный запах. Мне нравится эта фирма и маска, и тоник, и дель. И, в общем, вся косметика от этой фирмы вообще классная. А скраб вообще офигенная. Но в этом наборчике крем лежит. И ночной, и дневной. Села сейчас перебирать рюкзак, потому что здесь очень много учебников в тетради, которые мне не нужны. Например, в биологии я ее уже сдала. Географию я, кстати, сегодня ходила сдавать. Сдала географию. Оценку еще не знаю. Сказали то, что в понедельник мне нужно будет позвонить. Так что оценку по географии не знаю. А английский, кстати, я сдала на 4. Не получилось на 5. Ну, четверка тоже неплохо. Это что у меня вообще такое? Это вообще еще девятый класс. Тетрадка по литературе. Это я уже не помню. В общем, перебираю рюкзак. Я сейчас села обедать. На обед у нас вот такая вот вкуснятина. Я это просто обожаю. Это печень и макароны. Причем печень я раньше не любила, а сейчас почему-то очень я люблю. Положила немножко, потому что у меня все-таки еще болят зубы. Мне тяжело кушать после установки брекетов. Вчера прям вообще очень было больно кусать. Но, несмотря на это, я все равно съела эту вкуснятину, потому что от нее отказаться я не могу. Ребята, я уже помыла голову. Сейчас я буду сушить. Пока пусть она немножко так подсохнет, и я буду как раз краситься. Потому что нам через час уже нужно выходить, а я как-то не уследила за времени. В принципе, макияж у меня будет как всегда. Ничего особого там не будет. Стрелок я делать, конечно, не буду. Просто сейчас его подправлю, так как я ходила же в школу, в принципе, уже красилась. Но за весь день он у меня немножко подстерся, поэтому сейчас поправлю его и, в принципе, все. Отмечать день рождения мы будем в кафешке, в ресторане. И я надену бордовое платье, в котором встречала позапрошлый Новый год. Тушью, кстати, я также продолжаю пользоваться из фикс прайса. Она мне очень нравится. Единственное, что я заметила, розовая тушь мне больше понравилась, потому что она прям удлиняет реснички. Эта тушь, скорее всего, придает объем. Они такие более пушистые, кажутся. А вот розовая, к сожалению, выкинула уже тюбик. В общем, розовый тюбик, он прям удлиняет реснички. Но, в принципе, и эта тоже неплохая. Еще не пробовала я синюю и голубую. Там еще два варианта есть туши. Вот их я еще не пробовала. Ну, мне кажется, они тоже будут очень-очень хорошие. Прямо на удивление. Я не ожидала, когда покупала эту тушь, чтобы будет такой классный эффект. Потому что тушь стоит 77 рублей. Это, наверное, самая дешевая тушь, которую я только видела. И вот такой вот результат у нее классный. Хотя кто-то писал, что у них тушь эта очень быстро засохла. Не знаю, вот я ее пользуюсь уже, наверное, месяца два-полтора. И до сих пор она не засохла. Все идеально, супер. Даже розовый флакончик с тушью, который я покупала еще месяц 4 назад, и тушь там практически уже закончилась. И то она была, в принципе, в нормальном состоянии, и можно было еще краситься ей. Просто там нужно было уже выковыривать эту тушь, поэтому купили новую. Так что не знаю, у меня тушь не засыхает. Слышала, что если тушь засыхает, то можно добавить туда масло кокоса. И тушь станет жижим. Не знаю, сама не проверяла, поэтому не знаю, работает или нет, но я слышала про это. Честно говоря, не знаю, что делать с прической, или накрутить, или наоборот выпрямить. У меня на самом деле немного времени. И успею ли я накрутить, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Решила надеть на день рождения вот такие вот сережки, и, в принципе, я уже готова. Не, ребята, ну вы посмотрите на этого кота. Макс! Макс! Тебе не стыдно, Макс? Макс! Вы посмотрите, ему вообще все равно. Макс, твой шарик отдай. У нас, в общем, один шарик остался. Вот такой вот фольгированный, с днем рождения сердечко. Остальные все поздувались. А ну, там вот еще вон торт лежит. А Макс их тут постоянно грызет. Постоянно грызет. Кстати, вот эти вот шарики хорошие в фикс прайсе. Ну да, остался только этот шарик. А вот эти шарики очень хорошие, упругие. Они вот сколько уже лежат у нас? Уже дней 10 лежат, и вот они хорошенькие, упругенькие. Шестерка, конечно, тоже хорошая, упругая. Но шестерка вообще должна долго-долго стоять. Вот как вот этот твой? Да, у нас вот этот шарик стоит очень долго. Еще с моего дня рождения, еще с 15-летия. И вот здесь вот еще единичка тоже с 15-летия лежит. И вот она, в принципе, еще упругая. Вот они как, эти шарики, как новые. Да, как новые шарики. Я хочу вам показать, смотрите, как Миланка сложила свои карточки, которые мы собирали. Да, мы вместе с Милашкой складывали, по номерам разложили. Да, Миланка придумала, я ей помогла это сделать. В общем, вот так вот по номерам поскладывали все карточки. И теперь они у нас точно не потеряются. На самом деле, у нас очень много, я считаю, карточек. Пишите, кстати, в комментариях, сколько вы карточек собрали. Знаю, что уже в ОКЕ закончилась эта акция, и уже карточки не раздают. Да, очень жалко, потому что у нас еще не вся коллекция. Мы бы хотели всю коллекцию собрать. Ну, а мы уже выходим. Ты не долезешь до нас? Ты сюда не прилезешь? Нет, ты сегодня не пролезешь. Ну, лети. Ты куда? Вот так, я встану нормально. Ой, как хорошо. Держи, держи. За родителей. Родители я. Ну, только один родитель присутствует. Ура! Ура! К нам, к нам, к нам. Ой, Ленка, я до тебя не дам. Ура! Бабушка! Ура! 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 Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Ура! Ребята, мы уже идем домой, у нас выпал снег, наконец-таки. Мы, кстати, несем розочки, нам доверили донести их до дома. Наконец-таки снежок, и, кстати, он падает и прям хрустит под ногами, это классно вообще. Ребята, ну что, мы наконец-таки уже дома, мы прям очень долго сидели, до 11 часов, сейчас уже 11, но мы пошли как бы в 7 часов, но все равно, мне кажется, это прям допоздна-допоздна. В общем, мы уже дома, насидели, насмечали, надеюсь, видео получилось очень интересным, на этом всем большое спасибо за просмотр. А, кстати, еще хочу сказать про географию, мне просто учительница сегодня сказала, что, может быть, я сегодня проверю, сегодня вечером напишу, но в итоге она ничего не написала, поэтому оценку я свою не знаю. Я, конечно, очень надеялась, что она, кстати, сразу проверит и напишет мне оценочку, но нет, она решила на выходных проверять. Ладно, будем ждать до понедельника. А на этом точно всем большое спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok